друзья всем привет виделись с вами блог авто мпс и сегодня у нас с вахтангом два похожих и в то же время совершенно разных автомобиля как так получилось получилось так что у меня джили а у тебя и я не понял что мне казалось что тебе вообще exit rx а у меня тоже джили и у меня тоже джили да у меня атлас у меня атлас ну вот как то так вот на самом деле на российском рынке много происходит интересно вспомните в конце концов было же когда-то давным-давно skoda octavia было новое на тот момент поколение опять и было старое поколение тур или там а 6 был момент когда у нас продавал две октаве двух разных поколений вот сейчас мы с вами наблюдаем точно такую же историю из джили куры которые старые продаются под именем bg а новый как куры и теперь тоже самое происходит с атласами у меня машины нового поколения а у тебя профессионально у меня профессионального поколения автомобиль для тех кто знает толк в жизни и не спешит автомобиля у нас переднеприводные у меня два литра turbo 200 лошадиных сил и робот а у тебя у меня 150 сил на традиционном автомате и это сказывается прямо на кайфе от этой машины есть такая настоящая не подтраивает немножко вот ну на малых оборотах она вот как-то поддрагивает подтраивает потому что по три цилиндра да и что касается стоимости содержания интервал ты у нас одинаковый по 10 тысяч километров а вот цены очень сильно отличаются на сколько стоит первый то на старый атлас 36 тысяч рублей ужас какой-то поэтому я зашел на сайт of the spot.ru и тут я как-то немножко успокоился то что я нашел какие-то вменяемые цены если у вас машина с большим пробегом либо вы там не за понимаете что вам гарантии не нужна вы едете к проверенным авторизованным сервисом который для вас отобрался spot и там вы находите приложение на атлас про за 6000 рублей я бы сказал дарл безвозмездно а если тебе нужна гарантия то ты также идешь на сайт of the spot.ru и там ты находишь предложение за 9 и тут уже как-то в общем 6 или 9 но примерно все равно ты о 4 тоже стоит за предельно 60 тысяч рублей у официальных дилеров есть предложение в районе 25 удивительно но новый атлас даже с более крупным мотором обходится заметно дешевле первые этого стоит 15 тысяч рублей на автоспоте есть предложение вроде 12 тысяч скидка не очень велика но при этом ну сами цены по себе намного интереснее ты о 4 при пробеге 40 тысяч километров у тебя было 60 я боюсь поменьше наверное поменьше 40 25 официальная цена у дилеров у автоспота есть предложение за 22 тысячи я не знаю как так получилось почему у джили ты он на старый от вас так дорого но в любом случае как сэкономить вы знаете все ссылочки будут в описании ну дизайн конечно штука субъективная и как-то оценивать его сложно но я хочу сказать что благодаря новым вот этим вот дизайном всей этой фантасмагории старые автомобили если можно так называть старыми кажутся более вменяемыми и человеческими автомобиль как любит говорить игорь здорового человека с привычными фарами с понятной решеткой с ну в общем со всей этой инфраструктуры которые есть у машины она здесь нормально читается здесь пойди разбери где монобровь где фара где решетка радиатора где бампер и и где что я вот могу вычленить только буксировочную проушину и номерной знак что касаемо цен конкретно вот этот автомобиль в топовой комплектации flagship стоит три с половиной миллиона рублей но в базе он будет стоить чуть меньше и в нем достаточный набор ассистента водителя который в других тачках есть опционально этот же не смотри я прям пролезу вот сюда протеснись я даже будущее мы будем называть его старым где вряд ли можно назвать его старым вот этот автомобиль в этой комплектации с передним приводом в полной версии стоит 2.8 но если мы захотим точно такой же полноприводной то мы собственно упираемся вот в эту машину но чуть с меньшими опциями и моноприводной поэтому тут есть над чем над чем подумать взять фантасмагорию хипстеров напоминающий коробку от айкоса или вот понятный автомобиль который чем-то даже похож на мерседес по своей геометрии по по линиям по посадке вот по этой вот сдержанности личное дело каждого но мне кажется это вопрос возраста человек по постарше который ездит на старых а шестых с белорусскими номерами выберет вот этот автомобиль тот у кого разрядился айкос будет смотреть сюда друзья напишите в комментариях что думаете вы на счет что какой дизайн вам ближе понятный автомобильный с привычными ребрами жесткостями или вот машину которая непонятно где перед где зад при том что как я говорил они пересекаются по деньгам чуть-чуть там можно играть опциями вы получите одно по цене другого очень таки застрял ваше мнение у джили получился очень необычный дизайн вот удивительно между этими машинами же нет совершенно ничего общего но при этом если мы сюда добавим манджара акаванга куры то мы обнаружим что между автомобилями джили в принципе нет ничего общего они все достаточно симпатичные вот среди них нет же уродцев да вот все модели джили на мой взгляд достаточно такие гармоничные какие-то вот они хорошо нарисованы но при этом они все абсолютно разные и мы долго спорили с вахтангом на эту тему хорошо это или плохо когда мы с вами видим mercedes мы понимаем что это mercedes вот bmw вот мы их поставим рядом никогда никакого поколения bmw с mercedes не спутаешь у них есть свое собственное лицо она даже у лады появилась x-дизайн да на немного смеялись но поставьте рядом весу гранту обновленный ларгус у них есть какие-то общие элементы а джили вот как-то они так нарисовали что у них все модели получились совершенно разными не знаю хорошо это или плохо на ваш вкус можно ли застрять на ровном месте казалось бы нет но может и может сейчас мы узнаем можно застрять и можно ли выехать с ровного места это тоже может оказаться не так просто у нас тачки с одинаковыми практически колесами без шипов с виду кажется ничего сложного но сейчас мы на практике видим передний привод напомню тачки из режимов только эко спорт и нормал вот ровное место не таким то ровным оказалось как могло было быть она стоит на месте у меня газ в пол их она понимает что мне надо дать возможность побуксовать посильнее вы одно дело проехать под покрышкой своими умениями другое дело сжечь резину на земле так попробуем выключить систему стабилизации вот кнопку систему выключения стабилизации она прям вот здесь вот на панели тяга подается плавно все как мы любим на автоматах но нет здесь точно ловить нечего скорее надежды именно на то что она как-то перебрасывая с колеса на колесо кто-то сделает нам даст но в общем и целом может конечно задачей машина справилась теперь в деле обновленный атлас ну он же луноход также сама лопата том же самом месте точно такой же передний привод такая же не шипованная резина посмотрим и примерно точно такой же грунт мы сместились для частоты эксперимента чуть-чуть они на несколько сантиметров в сторонку чтобы по накатному не ездить и посмотрим как обновленный атлас выйдет отсюда выиграешь очень серьезное лицо я на приготовился побеждать напоминает поле чудес и вращение барабана сектор застряли на барабане и при желании я могу задействовать режим и спи спорт вот я могу за 10 спортивный режим не спи когда она не мешает но при этом если едешь где-то там по извилистым дорожкам при заносе она ее ловит мне нравится такой режим тут камера стоит выгребли я бы сказал на самом деле примерно то же самое раньше мы как-то несколько раз видели и частности как раз на примере куры а когда робот мешал а здесь уже вроде бы и нет вот как-то более современное поколение системы стабилизации она наверное отчасти решает проблему проходимости но именно вот в рамках таких вот тонких нюансов понятно что по-хорошему для зимы все-таки хочется чтобы был полный привод ну хотя бы как возможность выбора да вот атлас про пожалуйста хочешь полный хоть передний здесь пока только передний но жили обещает что полный рано или поздно появится и будет такой как у дело с классическим восьмиступенчатым автоматом заявленный дорожный просвет у нового атласа больше 20 сантиметров так это или нет мы сейчас попробуем проверить понятно что покрытие не идеальное но машина у нас штатной и под двигателем установлен борсистый пыльник пробуем был легкий контакт покрышка немного сдвинулась но мне кажется это связано с тем что собственно дорога у нас такая не совсем ровно посмотрим как пройдет атлас про но ему будет намного сложнее потому что джили ему обещает всего 17 сантиметров вот так смотришь на кромку бамперы и не веришь что такой автомобиль может быть настолько низким но стоит заглянуть вниз и там пластиковый пыльник у которого снизу еще свисает вот такой воздухозаборник и со временем он начинает еще и плавно провисать так что я боюсь у нее действительно небольшой дорожный просвет я не помню чтобы мы замеряли машину с передним приводом вот сейчас мы все и узнаем да я думаю вы видели все своими глазами понятно что постепенно он где-то ее проживал там смог перевалить но сколько мы здесь нагребли снега там даже внутри снег я думаю что тут все совершенно очевидно и заявлять клиренс 17 сантиметров для автомобиля который выпускается в белоруссии то есть он должен быть адаптирован для российского рынка но это как-то смешно были пересмотрите форму защиты двигатель либо просто подвеску приподнимите но это прям совсем мало вактанг ты же известный у нас ретроград как тебе атлас про но мне ретроград на он кажется очень самодостаточным зрелым автомобилем вот у него есть какое-то ощущение в плотности плотно собранной машины и это чувствуется во всем в материалах отделки в кнопках с определенным усилием в какой-то тишине умеренной при этом как-то удалось дизайнерам сделать интерьер одновременно не плохое слово архаичным но каким-то таким выдержанным но он не лишен современности хромированные штучки украшают его и огромный экран с кучей выведенных опций и все остальное кнопки опять же что немаловажно есть все ключевые кнопки на нужном месте в общем ощущение от езды в машине внутри очень приятные слушай но надо понимать что ведь атлас вышел достаточно давно это сейчас у тебя рестайлинговая версия про до этого был обычный атлас и вот первое что меня в нем огорчило когда я впервые в него сел это то что лобовое стекло как-то очень близко и как это передний панель она такая куцаром маленькая какая-то что ли вот здесь лобовое стекло отодвинуто дальше и в салоне больше воздуха мне это нравится а делали ведь твой интерьер еще с оглядкой на какую-то такую старину на такие классические автомобили там вставки но они не под дерево но типа того да еще так это делалось те времена когда вставки под дерево были модными часто у меня есть с интерьер совершенно другого поколения ну в этом и выигрыш автомобиля что его делали в 16 году а он до сих пор не выглядит старым это ну примерно как если сравнить blackberry и какой-нибудь условный смартфон пока извините вот примерно такое же соотношение то что что стекло ты говоришь близко но из-за мне лично не кажется ну да городская панель как старых крузаках но из этого есть ощущение какой-то сбитости меня удивили кресло они скорее даже удобно у них очень мощная боковая поддержка я как-то сел когда в твой атлас он не прям как-то плотно обнял но вот по ощущениям мне наверное привычнее новый в нем больше ширины вот это пространство у меня и справа и слева намного больше места мне вот это нравится импонирует то что твой атлас он воспринимается тесным даже для моих не особо серьезных габаритов тесность или поджатость может как угодно назвать но кажется когда ты едешь в машине как в поле тоже не очень хорошо кресла в отдельный предмет внимания не выглядят классно со строчки ставкой каких-то карбоновых штучек но они действительно держат держат не побоюсь сравнения спортивный ковш да да у них очень хорошая боковая поддержка и при этом на подушке при пробеге 20000 километров уже видны такие нормальные заломы прям видно что кресло такой просиженная уже хотя всего 20000 километров но возможно кто-то просто на одном боку сильно сидел одна ягодица полнее чем другая поэтому там и проломилась вот ты вот как адепт вот этой всей электронной магии скажи просто как ты своей машине регулируешь зеркала сказать по секрету я их не регулирую мне повезло что я сел в машину они были уже хорошо настроены это все закопано где-то в недрах меню и здесь такого много здесь собственно функциональных клавиш их прямо вот их просто нет да вот слева от руля спасибо есть корректор фар но все остальное убрано в меню и один мой хороший друг он сейчас как раз думает купить себе новый атлас и он спрашивал моего мнения он говорит слушай вот красивая машина вот хочу хочу вот и все кушать не могу и ты знаешь а я мне кажется я его отговорил я говорю смотри мне нравится подвеска мне вот мотор нравится даже к роботу претензий у меня особо нет но то как решен интерьер весь этот функционал который спрятал внутри дисплея он меня бесит вот просто я езжу а ты постоянно у тебя музыка у тебя климат-контроль который не очень стабильно держит температуру и ты его то потеплее то похолоднее то стекла потеют вот мне не нравится то что у меня все это закопано в недра меню мне нравится посадка она достаточно эргономичная мне нравится что есть проекция на лобовое стекло здорово что уже в базе есть водительские ассистенты есть беспроводная зарядка она удобно расположена мне не очень нравится вот этот вот хрустальный селектор коробки мне больше нравилось когда в средней комплектации он просто обтянут кожей но салончик сделан с претензией вот только кнопок очень не хватает мне кажется это разные ментальные автомобили вот мой он еще вот от из тех времен это нам тогда так когда-то казалось что это вот тут столько сенсоров все это вот как-то не очень а теперь на вот на фоне вот этого всего мы воспринимаем так как нормально ну да есть немножко сенсоров но при этом классно что есть ручки кнопки они в ручке эти подъемники регулировка зеркал ручник на месте шайба выбора драйв мод тоже канонические выдержан в мобиль мне нравится то что атлас про хорошо оснащен есть теплые опции подогрев середине сидений спереди подогрев сидений сзади подогрев руля что я например очень ценю а вот по функционалу меня к нему вопросов нет мне не нравится именно тем что он тесноват в салоне и тем что он ощущается таким староватым таким старым китайцем что скорее вот на мой вкус звучит как ругательство ведь 16 год и не так давно было но вспомни какие машины делали немцы в шестнадцатом году а вот здесь как-то вот он по дизайну конечно сильно устарел немцы делали и восьмидесятые годы прекрасные машины но ты вспомни какие машины делали китайцы в шестнадцатом году уж не будем персонализировать но в некоторых у меня оставалась коробка передач ручка коробка передач в руке остался какие-то материалы были похабные это гремело но этот на пять голов выше у меня кстати небольшой приборный щиток и он даже меньше чем отведено место для него но при этом на нем все как-то прекрасно читается все все интуитивно понятно где скорость где обороты и где-то всякие показатели разные но вот вроде бы кажется что по оснащению по всему новый атлас должен был бы победить но нет опции много но претензии к экономике тоже есть стеклоподъемники которым я за вторую неделю езды так и не привык поэтому мне кажется будет честным отдать в пользу нового моего атласа полбалла просто за то что он просторнее вот он как-то он современный да но вот больше полбалла мне кажется он не заслужил но либо ничья на твой вкус вахтанг но справедливости ради надо сказать что у тебя базовый комплектации достаточно хорошо снащим нужно умето про версии поэтому все даты вот вытекающие на оценки и же с ними тебя в базе можно удовольствоваться но я за нищу хорошо поровну что касается шумоизоляции я бы сказал что у наших соперников паритет не тот ни другой автомобиль особо тихими не являются и там и там у нас не шипованные колеса так что сравнение более-менее честное как ни странно атлас про на достаточно пухлых 18 дюймовых колесах не блещет комфортом от работы подвески я думал что он должен как-то лучше проглатывать мелочи но нет на большой волне этот атлас приятнее у него лучше работает подвеска она более современная она уже ближе к вольвовской и и не стали так сильно зажимать как на тугель и даже на таких же 20 дюймовых колеса именно по работе подвески эта машина сильно лучше я ждал что на том атласе хорошо старая конструкция там еще китайская до нормального прихода вольво просто резина сделает свое дело не а там машина и более кренистая и по жесткости они очень близкие а новый атлас естественно лучше следует за рулем вот про лёжки по всему он лучше что касается света фар все достаточно похоже он не какой-то прям вот экстра он нормальный диодный свет и там и там его хватает здорово что здесь есть автоматическое переключение с ближнего на дальний но вот ближний свет он нормальный но не выдающийся бывает свет и получше даже у китайцев и по поводу расхода топлива вроде бы там полтора литра здесь два мы с вахтангом проездили по несколько дней и менялись машинами на новом атласе получается порядка 9 литров средний расход там город за город вот без особых пробок на новом автомобиле порядка 9 литров на том 82 так что старый он ну и покомпактнее полегче плюс поменьше моторчик и таким образом ну вот около литра можно добиться экономии и так пробуем разгон до сотни понятно что 2 литра и 200 лошадиных сил это всегда быстрее чем полтора литра и 150 лошадиных сил но тут скорее интересным сравнение и визуальной да и сравнение с заводскими паспортными данными сейчас около нулевая температура легкий плюс асфальт просто мокрый без снега джили обещает что новый атлас поедет до сотни за восемь целых и две десятых секунды спорт режим пошли и спи мигает но мне кажется мы пошли особо без букса 9 и 2 4 с половиной до 60 9 и 2 до сотни при обещанных напомню 8 и 2 неплохой результат дать тяжеловато колеса 1 и спи помидел знаешь какая-то пробуксовка было наверное летом действительно это было бы похоже на те самые 8 лет но я повторюсь наверное это более справедливая история на 19 дюймовых колесах 20 это то что мешает разгонной динамики так посмотрим на за сколько мы доедем до 100 километров в час заявлено 11 секунд напомню полтора литра и и 150 сил сыренько но я выбрал участок по суше спорт режим поеду с одной педали что никто не жаловался раз два три 60 4.7 100 километров 10 и 2 ну произошли паспортные данные причем существенно 11 против 10 207 секунды при том что сыра зимняя резина но нормально зацепились поехали были молодец а сейчас параллельные старта я думаю мы сделаем один раз просто чтобы показать насколько визуально более тяжелый но и более мощный автомобиль уезжает вот старого атласа обычный комфортный режим вот то как мы ездим каждый день я готов поравняйся со мной зеркала смотри на зеркала мы как будто за ручку пойдем 3 2 1 пошли фу смотри-ка а он тащит а он тащит 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 я нова постепенно конечно уйдем но кстати не так что вам и прям ну ушел но я бы не сказал что слишком с большим отрывом да я тоже был поражен на самом деле я думал что мы сейчас прям улетим улетим но нет но даже несмотря на то что на бумаге у тебя 150 лошадиных сил я думаю по факту все-таки 177 как было раньше так что выше разница она не такая уж и заметная мы сейчас подорвали маркетинг весь джиевский с силами то есть можно покупать 150 сильную машину по факту иметь 177 ну наверное можно купить 200 сильные атлас и чипануть его потому что в китае переднеприводные машины выдают 218 лошадиных сил из любви к роботу она полноприводные машины которые поставляют с автоматом у них мотор форсируется до 238 все-таки два литра тоже неплохой моторчик но разница как ни странно вот совсем не так велика как казалось бы да и с места то она прямо ощутимая а сходу видишь прям он прет итак друзья место на котором не любит ездить никто во первых оно заднее во вторых оно не самое безопасное как здесь а за водителем считается что теснее всего и вообще она скоттская ну и в общем при длине колесной базы 2 670 я сижу как полагается сидеть за самим собой и меня прям тут очень нормально себя поверх у меня ступни пролезают под сиденье между моими коленями и спинкой как любит мерить игорь но так две спины фаланги я реально не достанем коленками до сидушечки свиньях свинья держит классно кстати поддержки не правну так приятно поддерживать в них не проваливаешься туда традиционный подлокотничек с лаком два подогрева сидений два дефлектора направления воздуха не придется ругаться друг другом стало очень удобно и не скучно нет ощущения что заднем дивана это какое-то предаточное место какой-то чулан сложили пассажиров они сидят сиденье как антипролежневый матрас и не погружаешься в него целиком и чувствуешь что держишься на каких-то определенных мягких точках которые не дают затечь спине попе ногам всему прочему и переднее сидение защищено от детей их сапожек жесткой штукой то легко протереть очень маленький туннель практически его нет и опять же ширина позволяет что спокойно перетаскивать ногу через туннель сидеть боком вот так просто проходить через салон насквозь ну а сверху все традиционно мягкие ручки светильничек белый лунный в общем мое мнение такое что для своей длины тут очень классно в той машине на 10 сантиметров больше и по логике там должно быть сильно больше места но так это не или не так сейчас посмотрим возможно где-то пострадал багажник итак друзья перебрался я автомобиль игорька вот оплот фантасмагории и сюрреализма и всего прочего как я говорил она на 10 сантиметров больше но я бы не сказал что сильно больше места примерно вот вот те же не знаю как он мерит ну вот те же две с половиной три фаланги смотря куда мир сиденья полностью кожаные тут все мягко поэтому это есть шанс поцарапать под ноги есть вот выемка и кармашек для атласов в атласе места много но ступни полностью подселение не заходят все подъемники такие вот расчешковый но это вопрос подогрева сидений и вентиляции судя по перфорации очевидно все это есть но где кнопки для этого непонятно вот он нам там издалека советую надо нажать вентилятор там справа будет сиденье то есть если вы поругались с водителем и не хотите с ним разговаривать или с пассажиром то самостоятельно отрегулировать вот здесь себе микроклимат не получится поэтому в этой тачке вы заведомо себя будет чувствовать второсортным потому что от водителя зависит все но во всем остальном тут в общем туда удобно посмотрим насколько пострадал багажник вот так миленько лак колоночки такая же фактура как и в передних дверях в общем ездить можно кстати панорамная крыша в той тачке ее нет несмотря на то что это про версия и он там потенциально возможен вот конкретно в той машине нет здесь панорамная крыша с естественно со шторочкой и в виде кристалла подсветка которая перекликается с по дизайну с селектором коробки передач по ширине новый атлас шире чем мой приятно говорить что мой на 7 сантиметров 7 это прямо порядочно но визуально по ощущениям этого не чувствуется возможно потому что гигантский подлокотник но как-то вот посадить сюда второго такого же меня здесь останется место в общем ты в цифрах она больше по ощущениям на любителя пользуясь правом голоса я дал бы этой машине полбала она больше в цифрах в ней больше опции на технологичней но всеми этими опциями пользуются сложнее ширина лично но не очень сильно воспринимается но номинально она технологичнее больше поэтому мне кажется полбала по-честному о том что атлас про меньше по габаритам я думаю это очевидно но что касается багажников тут все не совсем очевидно giri обещает что у этого автомобиля объем багажника 378 литров немного ну как бы понятно да у этого атласа заявлено 650 но при загрузке под крышу поэтому собственно их придется открывать и придется мерить самостоятельно электропривода багажника в нашей комплектации нет увы длина багажника по полу 91 сантиметр но самое удивительное это ширина между арками здесь метр десять и это прям очень большая величина любопытно что спинки регулируются по углу наклону они естественно разделены на две части так как у нового атласа спинка стоит статично ее отрегулировать нельзя но воспользоваться вот этой шириной между арками в полной мере не получится потому что проем уже если между арками метр десять то вот здесь вот всего лишь метр и два сантиметра так что вот что-то прям особенно широкой сюда не впихнуть и арки они поднимают по всей высоте и обратить внимание на качество отделки точно такая же метаморфоза кстати произошла с джили кулрей у дорестайлинговой машины она была полностью отделана ковром а в новой появился пластик то же самое там же и на фоне всей вот этой красоты поражает то что поднимаешь фальшпол мало того что здесь очень много места и пол явно можно было бы опустить хотя бы на толщину вот этих вставочек но самое-то главное здесь нет ничего здесь был бы отличнейший органайзер но нет домкрат ты и баллонник упрятного вот такой вот мешок которые здесь громыхают и летают и самое главное вы сюда положили одну какую-то дорожную утварь но обязательно сюда вот можно много всего наложить и при первом же торможении все это уху летают к черту вон туда вот под заднее кресло вот там какая-то требуха проводочки ну как вы так вот мало то что объема много просто теряется полезного да и в то же время но там должна быть какая-то вставка по высоте вот так вот багажники одинаковые но обратите внимание на то что вот эта кромка она сильно завалена тогда как у нового атласа она вертикальная пойдемте покажу богатой комплектации багажника открывается с помощью электропривода по длине он больше на 8 сантиметров но по ширине меньше на 10 по высоте точно такой же так что получается что суммарно вроде как бы объем меньше но во первых вертикальная вот эта часть против наклонной есть вот здесь вот колесные арки вот здесь вот вверх багажник заметно расширяется а самое главное я могу вот так вот взять и опустить пол сразу на 10 сантиметров и у меня вот здесь вот добавится как минимум 80 литров и вот так вот багажник будет уже больше кроме того вот здесь слева есть достаточно большая ниша под незамерзайку в старом атласе она тоже есть она поменьше и посмотрите на качество отделки здесь вот как-то это сделано нормально домкрат баллонник все необходимое аккуратно упакованы пол выложен карпитом собственно вот так должен выглядеть багажник автомобиля в котором все продумано пол регулируется по уровню вот там вот все закрыто ничего нигде не выпирает ну а если придираться то стоит обратить внимание на то что пол багажника в атлас про он покрашен обычной краской металлик без лака но там именно краска а здесь вот каких-то технологических отверстиях можно увидеть что изнутри кузов просто не покрашен это просто цвет грунта но балл я бы все-таки отдавал новому атласу просто потому что он подлиннее и если опустить пол он побольше плюс электропривоз ну что ж что и требовал доказать молодость победила даже несмотря на то что я честно отдал вахтангу балл за цену за цену за какие-то утилитарные вещи за меняемость но все равно новый атлас лучше этого что и требовало доказать то чего и требовалось от g они добавили дорожного просвета они сделали более просторный салон они сделали более крупный багажник по современнее интерьерчик и и все это естественно так или иначе складывал баллы в мою копилка знаешь где победила молодость вот я на этой машине ехал и провелся на светофоре с деткой на аудях и она на меня даже не взглянула не на меня на тачку ну без сердца дедушка вахтанг приехал но будь я вот на этой шаттле наверняка она пелилась а там уже уже в окошко опустилась это сюда но при этом джили обещает что классический атлас про он по-прежнему еще будет существовать на рынке друзья и поэтому вопрос кого мы выяснили что если мы говорим про переднеприводные машины то разница между порядка 300 тысяч рублей вот что для вас важнее 300 тысяч рублей в кармане что на 300 тысяч ты купишь много скутеров много скутеров и организует прокат скутеров и собственно разбогатеет на этом и потом тебя будут деньги на новенький атлас но остается только решить вам лично каждому кто собрался покупать из наших зрителей жили важный для него 300 тысяч она возможно будет такой же билджи и вы разница будет уже больше чем 300 тысяч но если будет дешевле либо у меня есть альтернативный вариант за цену нового атласа вы покупаете себе прошку но с полным приводом автомата уже не будет будет робот но собственно тоже такой вариант имеет право на существование а кроме того у нас для вас есть дзен канал и есть собственная телега которая также называется авто мпс проходить туда подписывайтесь там есть как анонсы наших роликов так и огромное количество свежих новостей спасибо что были с нами в этот сырой морозный день до новых встреч друзья пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok